Вот, а дальше поэт приходит на кухню, а там та самая любящая жена уже его ждет. Соответственно, он смотрит, и у него рождается такое стихотворение. Называется «Внимание, вопрос!» Взять шесть нежнейших юных куропатов, залить бокалом белого вина полусухого с берегов Луары и бросить двадцать семь крупинок соли, но двадцать восемь, но никак не больше, цидру лимона, лайм и кардамон, и на огонь. Но из древесных углей и медленной, на полчаса забыть, тем временем фенхель, мускат и киви перемешать до однородной массы, но нежно, ласково, не как какой-то варвар. Бордовский лук, корицу и гвоздику спассеровать до корки золотистой с оттенками печального заката, смешать все это с предыдущей массой, добавить сливок, лучше бы швейцарских, и в соусник из северского фарфора. Теперь тарелку, необыкакую, чуть подогреть и нанести по краю узор абстрактный, нанести, и тертую корицу, и узор абстрактный нанести по краю, и куропаток вынуть из кастрюльки и, положив барабанскую салфетку, приборами работы мастеров вкушать и наслаждаться нежным вкусом, а забивать чудесные кусочки глотком, не более анжурского вина. Потом налить янтарного напитка, гранд сорок, лучше хенеси, пиксо, и под сигару, извините, и под сигару с дымом ароматным, перед камином думать о былом. Восторг и нега, красота, блаженство. Представили? Теперь, держа картинку, коньяк, напоминаю, куропатки, съесть 300 водки, гречку, 5 сосисок, залить кетчупом, соленый огурец и на балконе приму закуприть. Итог все тот же, нега и блаженство. А вот теперь, внимание, вопрос практически о жизни философских. И нафига вам этих куропаток? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова